Друзья, добрый день. Мы такие все веселые, радостные, только начали. Идеальное воспитание, образование. В общем, какое оно, мы должны поговорить, быстренько-быстренько решить. В общем, учить и воспитывать детишек уже идеально. Я считаю лично, что детишек неправильно воспитывают. Почему? Дети приходят в школу, да? Им всякую лабуду увешают насчет дарвинизма. Ну, даже не дарвинизма, косинусы, синусы. Это все прекрасно, интегралы. Но половина, уйдя из школы, забывает напрочь эти всякие нехорошие слова, которые ругаться только можно. И они занимаются, например, бабло делят или там еще чего-то. Но не важно. В общем, дети разные важны, мамы тоже разные нужны. Дело в том, что каждого ребенка надо дифференцированно учить. Вот такая моя история. Мало того, в общем, видимо, не прокатит и сословное деление, такое жесткое сословное кастовое деление, когда если там, где родился, там пригодился, если ты там батрак, то и будешь батрать всю жизнь. Нужен лифт какой-то для талантливых детишек. То есть нужна какая-то система выявления талантливых творческих детей. Ну, как вот в Тибете рождается лама, да, допустим, ему дают разные предметы, к какому он тянется примерно, там. И тянется рука к перу, перу к бумаге, и стихи сейчас в секунду потекут, как у Пушкина, да. Видят Пушкин и поэта, зачем его заставлять там как-то на станке на какую-то там, в общем, работать или на железной дороге, железнодорожника из Пушкина делать, это глупо, это просто глупо. Создайте Пушкину все условия, пусть он пишет, вирши и работает ради русского языка. Смотрите, какой он литературно русский язык создал Пушкин, просто чудо. Вот не будь Пушкина, вот родился вовремя, а мы хотим всех на стройке, или куда мы хотим, или всех отцифровать, тоже непонятно. Поэтому, дорогие друзья, в общем, надо дифференцировать. Дифференцировать. Все, песок закончился. Ну что ж, вот закончился, так закончился, я-то не прочь. Так можно, да? Можно. Ну да, вот образование и воспитание, правильно? Идеально, идеально. Нет, я хочу сейчас как раз, что и образование, и воспитание. Это и другое, да. Ну а как одно песок? Нет, это все понятно. Вот я и хочу сказать, что раньше это четко делилось. Даже была дидактика, была педагогика. Сейчас вообще это забылось. Сейчас осталась педагогика. Вообще, это педагогика сейчас принимается методикой дидактики образования. А это совершенно разные дисциплины. И с моей точки зрения, воспитание важнее, чем образование. Потому что человек нормально воспитанный, он может и самообразоваться. И, собственно говоря, это примеры этому есть. И практически такое применение, я вот изучал ведическое воспитание, как оно было в ведическое время у нас, значит, на Руси. И вот такой пародокс, что наибольшее, лучшее образование воспитания, когда детей воспитывали не родителей, а дедушка и бабушка. То есть, вот это было, это идеальное, собственно, я читал и в музее это видел. И, собственно говоря, ну сейчас не буду называть, почему и как, просто вот два факта, наверное, ограничить. Смысл жизни человека, я считаю, это творческая самореализация человека. Ну, высший смысл его жизни, творческая самореализация. И поэтому задача школы создавать это условие только. И каждый ребенок, не каждый ученик, скажем, взрослый, сам решает, каким образом, каким путем и сколько получать знания, пользуясь, находясь в этих созданных обществом идеальных условиях. Например, я вот и в высшей школе, и в колледже преподавал, причем много лет, ну, твердое убеждение, силом знания дать человеку, ученику, невозможно. Можно заставить его скушать что угодно, ну, физически, но вот скушать знания невозможно, если он не хочет. И поэтому наша задача общества, это создавать идеальные условия. Ну, конечно, еще есть окружить его полем информации, конечно. От этого зависит, в каком поле информационном ученик находится. Он, если в этом поле нет той информации, он тоже, конечно, не может взять информационное поле еще создавать. Да, воспитание, я тоже придерживаюсь, важнее, чем образование. Воспитание, оно и включает в себя еще образование. Ну, само образование тоже понятие широкое. Это же не зря от корня, как образ. Это цельный. Образование – это создание цельного человека, образа. А воспитание еще шире, я считаю. Ну, коротко, вот так. Так, ну, что я могу сказать об образовании, о воспитании? Ну, первое, я могу сказать, что образование должно быть доступным для каждого человека. И то есть бесплатным. Сейчас человек, он и готов, допустим, молодой человек, учиться чему-то. Он и стремится, и у него и возможности по знаниям есть, да? А по финансовым возможностям, по материальным, он не может продолжать учиться. То есть по образованию должно быть бесплатным и доступным. Следующее, на что бы я обратил внимание, это на нравственность. Обязательно нужно в образовании учить нравственности. То есть, ну, как вот, грубо говоря, 10 заповедей Моисея, да? Не укради, не лги и так далее. Ну, нравственность – это более широкое понятие, значит, да? Нравственность нужно обязательно изучать. Теперь по поводу, нельзя нас скушать насильно знания. Знания, конечно, нас сильно скушать нельзя, но по какой причине? Ну, нельзя первокласснику сразу давать академические знания. Хоть ты там впихивай, он их не скушай. Он должен сначала закончить школу, институт, и тогда уже будут академические знания. Тогда он их сможет скушать. То есть постепенность. И вторая причина, почему он не может скушать знания – у каждого человека есть судьба, или по новому терминологии программа. И в этой программе даны варианты, чему ему нужно обучиться. И по этой причине я бы сказал, что человеку, особенно в молодом возрасте, нужно дать возможность попробовать всевозможные профессии или интересы его дать. Кто-то рисовать понравится. Кому-то лепить, кому-то просто конструировать или вычислять, допустим. И вот то, что человеку больше понравится, это будет соответствовать той программе или той судьбе, с которой он пришел в жизнь. И тут как раз подходит дифференцирное образование. То есть на начальном этапе нужно каждому дать уметь научить писать, считать, но не нужно преподавать в школе, допустим, высшую математику. Она в жизни многим, допустим, не нужна. А другим не нужно, допустим, преподавать еще что-либо. То есть дифференцирное образование должно быть. Андрей Сафронов вступает на сцену. Да, значит, мои соображения такие. У нас часто все мешает в одну кучу. Значит, это образование, это воспитание, в том числе морально-этических норм и социализацию. Значит, при этом, действительно, школа – это не только место, где люди получают образование, но еще и где их социализируют. Я считаю, что вот эти функции надо тоже как бы разделять. Вот, а если их смешивать, то, по крайней мере, вот, ну, не в той форме, как это вот сейчас происходит. Значит, потом важно, действительно, у каждого человека есть своя система ограничений. Я считаю, что нужны системы тестирования, причем не в том виде, как сейчас. А, значит, идея такая, социометрия и психометрия, вот, нужно разрабатывать новые системы тестов, именно чтобы определить, первое, это человеческий потенциал, то есть, в принципе, чему его возможно научить и чему нельзя научить в принципе. Это для того, чтобы не тратить время и, условно говоря, бесперспективных детей не пытаться учить тому, чему они все равно не научатся. Но, с другой стороны, я считаю, есть и другая проблема, что, например, некоторые ограничения личности, которые есть, их все равно надо преодолевать. То есть, нужно создавать, значит, еще дополнительную систему, не только развивать имеющиеся склонности человека, и, ну, когда он работает по сильным сторонам, но и, скажем так, брать под защиту, даже не под защиту, а скорее развивать слабые стороны. То есть, тоже для этого нужно сперва разработки именно исследований в этой области, научиться преодолевать слабые стороны человека. Причем это не только фобии, типа боязни высоты, там, замкнутого пространства, но и даже вот такие вещи, например, когда у человека бардак в голове, там, плохо у него с математикой, то есть, научиться его структурировать информацию, то есть, именно работать, ну, скажем так, с точной информацией, именно структурировать мысли. Исок, закунился. Так, ну, перейдя к теме образования человека, можно говорить о том, что эра монопрофессии ушла уже в небытие. То есть, раньше наши дедушки и бабушки приобретали одну профессию, их воспитывали как-то там, и они по всей жизни шли и работали на заводе, так сказать, по своей профессии. Теперь монопрофессиональное обучение, оно отошло. Педагогика — это образование и обучение человека, преимущественно в молодом и юношевском возрасте, в детском, педо. Сейчас выступает новая наука, Андре Ноулс, образовал некую, ну, скажем, изобрел некую науку, называется андрогогика. То есть, это новая наука, говорящая о том, что человек должен образовываться всю жизнь до глубокой старости, обретать новые профессии, навыки. В нашем мире, в мире метаданных, то есть, в 2010 году человечество выработало где-то 1,75 зетта байт информации, это 34 миллиарда смартфонов содержит такую информацию. К 2025 году информации будет 175 зетта байт. Это будут огромные данные, и человек от простой зубрежки должен отойти от выученных. То есть, должен быть новый тип педагогики, новый тип обучения человека, который берет информацию из разных источников и умеет трансформировать ее через свой внутренний опыт. Тимоти Лири в своих произведениях «Врата восприятия» говорил о подготовке будущего, но там он приводил данные, что детей тестируют с помощью галлюциногенов и психомиметиков, выявляя у них предрасположенности их нервной системы к тому именно... Олдес Хаксли. К тому именно... Ну, Олдес Хаксли, да, «Врата восприятия». Выявляя у них те или иные способности. И в зависимости от этого человек должен уже уметь иметь новые навыки, вот эти огромные метаданные информации трансформировать. Байтами, да, должен мыслить? Готов? Готов. Ну-ка, сейчас, прошу. Значит, ну, как всегда, давайте начнем от печки. Образование и воспитание. Образование у нас – это категория внешнего мира, а воспитание – категория внутреннего мира. Чем они отличаются? Тем, чем тонкоматериальный мир отличается от плотноматериального мира. Образование, кроме того, система умопознания, как сказал Варик, образотворения, а не система умонатаскивания через ЕГЭ, та, которая сейчас существует. По этому поводу можно только заметить. Не для того труд превратил твоих любимых обезьян в человека, чтобы он с помощью ЕГЭ вернулся в свое изначальное состояние. Понижение сложности, то есть образности языка, здесь и язык очень важен, это инволюция. По мере инволюции словарные формы, в силу отсутствия жизненной необходимости, упрощаются, поэтому процесс изъятия буквы – это процесс деградации. Давно замечено, что замкнутые, оторванные от цивилизации людские сообщества полностью переходят на более примитивные формы языка, вплоть до его исчезновения. Сегодня уровень нашего современного языка уже не позволяет нам, как древности, адекватно отображать, подчеркиваю, во внутреннем мире нашего сознания, внешний мир, окружающий нас природой. В заключение приведу слова известного специалиста по дешифровке древних текстов Древнего Египта, Древней Индии, Западной Европы, особенно включая этрусков Петра Петровича Орешкина. Он, заканчивая работу по дешифровке очередной этрусских записей, говорил, знаки разные, а язык один – русский. Прекрасно, только не по теме. Да. Так. Какой не по теме? Я тебе сказал, по теме, что твои обезьяны всегда будут пополняться. Нет, это был язык темы. Ну ладно. Ну, здесь необходимо опять вернуться к тому, что мы начали. Это душа. Душа есть старая, прожившая многие, может, даже сотни лет. Есть душа, которая средняя, и есть душа, которая только что внедрилась. И в каждом классе это показательство показано, что у нас пятерочников в любом классе мы же учились и видели сами единицы. На четыре, так, более-менее побольше, три, наверное, вообще побольше. Ну, и замокает те, которые, как их не учи, но ничего не научишь, потому что у нее душа молодая, и ему нужно начать. Не было в него еще никаких опытов, не было в душе, и она отстает от учения. И это в любой семье может быть. Не обязательно это, чтобы только лишь каких-то там судобоих, так, уборщиков. В любой семье может быть ребенок, который вот таким образом. Вот как это разделить, я тут тоже сказать не могу, но нужно думать об этом, что какое-то время необходимо обучать всем азбуке, и как и раньше было. Первым мы учили, ну, я постарше, наверное, всех вас здесь, скоро 85. Значит, было так, четыре класса арифметика знали, дальше уже в семье что-то алгебры, а потом уже в институте, кончая, не делай высшую математику. А у нас все сразу дается, конечно. Баленькие, поехали, перевезли. Кто-то может понять это, но большинство не понимает. Так, слушаем. Значит, настало время осознания человечеством себя как единого организма. И вот мы с вами, собственно говоря, сейчас можем выработать методику, как ускорить процесс этого, значит, проявления. Вот. Понятно, что сегодня образование может быть дистантным. Существует огромное количество лекций, учебников, которые могут по интернету быть освоены любым человеком, даже школьникам. А вот очень важно, так сказать, здесь именно акцент сделать на воспитании личности человека. Формирование в нем представления о том, что он является клетчкой вот этого единого божественного организма. Осознать свою вечность, проявить понятие человечности, которое является самым главным в том. Осознание единства, целостности и вечности. Чело — это не лицо, как нам сегодня пытается. Чело — это инструмент создания единства с помощью чувств восприятия, зрения, слуха, тактильности и прочего качества. Вот. Поэтому нам с вами нужно выработать принцип, вот этот принцип технологии, технологии, как сказал Андрей, нового, так сказать, подхода к тестированию любого уровня человека. Раскрытие в нем особенности божественного начала и дающие ему, так сказать, трамплин для личного, так сказать, становления в интересах всего организма, всего человечества. И у нас сегодня уже есть такие технологии, друзья мои. Значит, есть такой прибор, комплекс медицинский экспертный, он не только создает экспресс-диагностику физического, физиологического состояния организма, но он дает методики, технологии реабилитации, то есть восстановления нормы. Более того, современный выпуск уже, номер седьмой, дает возможность исследовать духовный уровень этого человека. Поэтому я рекомендую вам познакомиться с этими инструментами. Хорошо. Так, дорогие друзья, значит, хотелось бы сказать вот насчет прибора, мы поговорим, наверное, чуть позже, который измеряет там. А вот насчет социализации, Андрей Сапронов сказал, очень любопытная вещь. Действительно же общество, цель социализировать в школе, для чего? Строители, ну как бы в советское время, вспомните, кого воспитывали? Строителей советского, как бы, будущих, как говорится, да. Где, собственно, интерес личности? Человек, как мы знаем, мы говорили об этом раньше, реинкарнированная душа. Он родился ради, так сказать, продолжения интереса. Интереса в нем, внутри интерес. Этот интерес его побудило родиться в предложенное время, обстоятельства и так далее, выбрать определенное тело. И вдруг его тут ловит и говорит, дорогой, свой интерес на завтра оставь, когда будет коммунизм построен. Вот. А пока мы все строители нового, так сказать, большой машины государственной, под названием там социализм. И давай на стройки века, на вам, на это самое, ну-ка себе. И начинается. Он отложенный интерес, как бы, делегирует прошлое, из него просто со школы штампуют этот удивительный, как бы, кирпичик, который вкладывают в эту социалистическую стену. Я понимаю, но когда социализм рухнул, растащили все это богатство, олигархи, бывшие, так сказать, коммунисты, высокопоставленные портократы, технократы, то сразу возник вопрос, а где эти, так сказать, системы воспитания, которых воспитывали людей? Выходит, все это не работает? Все стали на бабло, значит, переключились. Это что, новая идеология? Значит, что у нас? Социализация в школе, должны мы либо гедонистов воспитывать, которые все время наслаждаться должны, либо бабло делить, либо, так сказать, деньги. То есть программы нет, цели нет у воспитателей. Значит, чему обучать-то людей? Главное, вот что мне кажется, интерес в жизни, интерес. Вот этот интерес личности, с которой он родился, и цель его личная, вот его надо выявить, этот интерес очень, и дать ему возможность реализоваться, вот, и в школе, и в институте, и где угодно, хоть на стройке, хоть как-то, да. Александр. Да? Нет, что нет. Так, я хочу остановиться на нескольких моментах. Образование – это, во-первых, не количество полученной информации или знаний. Вот как раз-то сейчас в сегодняшнем образовании, в школах, вообще в системе образования, под образованием понимается именно количество информации. Оно превысило всякие мыслимы. Еще Сергей Петрович Капица, еще 20 лет назад об этом много говорил, что иначе коллапс природы человека может произойти. А именно умение синтезировать идеи, синтетические мысли. Второй момент. Вот говорили, выявление, тестирование способностей человека. Тогда, если опять человек начинает развивать только согласно по его способностям, тогда общество будет состоять именно из таких моноспособных людей. Это не путь. Вот у меня, я сейчас продвигаю проект, сейчас проект продвигаю «Носферный человек». Как раз в «Носферном будущем» это принципиально очень много, все по-новому, это в принципе то, что вот Климов говорил, как раз я об этом примерно, «Носферный будущий, насферный человек». И вот что такое соборность, например? О соборности много говорят. Соборность – это правильное, ну, тоже понимать надо, что такое правильное. Правильное сочетание личных интересов и интересов общества, гармоничное. Человек благодаря, вот в соборности, благодаря ему, общественным интересам, он еще больше синергии для своего развития получает. И общество благодаря этому еще синергетически быстрее развивается. А вот это тестирование способностей и развития – это из западной цивилизации, где человек человеку конкурент. Человек должен стать конкурентоспособным. А в соборном обществе нет человеку не конкурент. Здесь это совершенно разные цивилизационные модели. Тестирование само по себе, может, и неплохо, а может, тестируем мы… Вопрос, как оно… Это, подожди, кто проводит? Вот какая цель, какая цель. Тише, тише. Ну, одно другому не мешает, и многопрофильность образования, тестирование, оно друг другу, так сказать, не противоречит. Можно и тем, и тем заниматься. Теперь что? Что главное, так сказать, в государстве? Может, кто-то скажет, валюта, кто-то там еще, кто-то экономика, а самое главное в государстве – это человек. Поэтому образованию человека нужно уделять очень большое внимание. То есть, как мы образуем, воспитаем наше молодое поколение, такое у нас будет государство. Не образованное или образованное. И мощь государства зависит как раз от мощи и уровня развития человека. Дальше, на что бы я обратил внимание, значит, в первую очередь, вот сейчас в школе очень мало преподают, допустим, философии. Вот надо обратить внимание, что в школе начали преподавать философию и хотя бы азы законов мироздания, по которым развивается мироздание. Потому что, не зная этих законов, сложно воспитывать человека. Александр Петрович, азы мироздания, обезьяна, наше все. Абезьяна, если мы будем к обезьяне, то нашего государства не будет. В школе. Вы что? Дальше продолжаем. Да я все закончил. Не, ну это мало, это слишком мало. Ладно. Не успею. Ты, давай, я тебя переверну. Нет, не успею. Еще раз перевернем. Я еще раз. Значит, я хочу на что обратить ваше внимание. Это касается не только темы образования и воспитания, значит, а вообще работы с информацией. Вот представьте себе, многомерная структура, а мы ее загоняем в квази-одномерную структуру в виде речи. Или там, ну, допустим, письменного труда. Это квази-одномерная структура. Или переводим в деньги. Значит, когда, условно говоря, некая, ну, скажем, сумма в какой-то валюте, да, она одновременно выражает и многомерную структуру, и энергетический потенциал. Ну, допустим, количество энергии, которые туда вбухали, количество труда, и еще статус человека, допустим. Вот. И все вместе, и все это заложено именно, так сказать, в неком финансовом показателе. То есть это я сейчас говорю о противоречиях, вот, с которыми реально в обществе мы сталкиваемся. А теперь вот представьте себе, что когда мы должны еще людей чему-то учить, значит, это тоже попытка, с одной стороны, объять необъятное. То есть тут тоже вопрос, как многомерные структуры загнать в какие-то такие, ну, приемлемые познавательные формы. Вот. Это один момент. Второй момент. Я еще хочу обозначить одну проблему, связанную, значит, с образованием. Представьте себе, что человек стремится к духовной реализации и получению новых знаний. Но это может не соответствовать интересам государства. Хотя это соответствует интересам личности. Кстати, более того, эта информация, это знание может не противоречить общественным интересам, но при этом противоречить интересам каких-то элитных групп, причем не обязательно государственных чиновников. Это могут быть элитные группы, скрытые, ну, условно говоря, скажем, представители корпораций, ну, представители бизнеса. То есть они, например, хотят формировать людей, там, как потребителей, допустим, товаров и услуг, которые с определенными ограничениями. Вот. А, допустим, грамотное, там, качественное образование, оно этой цели мешает. То есть тут тоже надо задумываться о таких вот вещах. Вот. И, наконец, еще одна важная проблема, о которой мы вообще не поднимали речь, опять-таки, в школах, что зависит не только от системы образования, да, не только от учителя, от его качества, а еще от группового психополя, которое формируется в человеческом коллективе. Потому что если там оказываются, например, отрицательные лидеры, вот, они могут, ну, грубо говоря, реальные харизматические лидеры среди учеников, они же с хулиганскими наклонностями и так далее, они могут, условно говоря, энергетически перебивать, так сказать, учителя. И, соответственно, какой бы ни был классный учитель, он может просто вот тупо с ними не справиться. Это еще Макаренко вот с этой проблемой сталкивался, хотя у него там другая терминология. Но вот тем не менее. То есть я считаю, что тут еще важен подбор коллективов по определенным стандартам. И, видимо, там, опять-таки, на основе тестирования выявления каких-то отрицательных лидеров, значит, условно говоря, для, скажем, людей, которые имеют отрицательные наклонности, заражены паразитами сознания, там как бы отдельный пласт обучения, другая школа, другие учителя, другая программа. Я считаю, что надо задумываться еще вот об этой мысли. Я бы хотел еще добавить к тому, что андрогогика, как наука, говорит о том, что человек обучается всю жизнь. Если молодые люди в начале своей жизни социализируются и, скажем так, переходят, только входят в общество и люди в возрасте их начинают вводить в эту жизнь, давая начальные какие-то знания, то в процессе жизни человек начинает уже самообразовываться, обрабатывая те или иные объемы информации. Но образование на этом не заканчивается. Обязательно пожилые люди должны находиться среди молодых, потому что пожилые также обучаются у молодых, потому что с возрастом скорость обработки падает, а в психоколлективном поле молодых у пожилых людей оно ускоряется, они начинают в этом поле молодых работать. Поэтому пожилым также есть чему учиться у молодых, если в начале. Но к концу жизни человек также должен образовываться и социализироваться уже к переходу в иной мир, для того, чтобы его душа уже обрела некие навыки общения и нахождения в мире Бога, в загробном мире. То есть он там же тоже должен... Это уже к концу жизни начинается у него новый этап обучения. Он уже начинает постигать духовные принципы, начинает читать святые писания, там-то сказать, или входить в какие-то религиозные концепции и стараться уже войти вот в новую стезю другой, иной жизни. Поэтому там тоже процесс за гробом не останавливается, там тоже человека образовывают, учат, для того, чтобы он вошел в новый реинкарнационный цикл, уже с наработанными какими-то характеристиками. И опять с младенчества начал социализироваться в новом обществе, его обучают базовым принципам, он самообразовывается, потом учатся у молодежи уже ближе к концу, и так вот циклы они идут по восходящей такой. Отлично, отлично. Так. Пора не разрушить, потом это называется. Так. Ну, чтобы, в принципе, уже, так сказать, все высказано, со многим я согласен, но считаю, то обучение, которое было, вот, я проходил как в детстве, считаю это более правильным. Вот до семи лет обучали всех, и обучали, не лезли туда в алгебру, не лезли в геометрию, ну, обучали обычным, чтобы человек мог жить, работать и так дальше. А дальше уже те люди, которые набрали, ну, более подходят к тому, что у него данное быть по какому-то направлению, группировать и делать, вот. А здесь у нас, как начинать с первого класса, уже получаются какие-то выше х и у, как говорят, ну, я не думаю, что всем это полезно. Человек просто отсиживает, делает, тройку ему ставит, куда денешься, вот. Ну, и главное, ликвидирует вот эту бабу-ягу. А, это баба-ягу. Хорошо. Так, Валентин. Да, ну вот мы сегодня с вами здесь свидетели различных моделей, подходов, программ. Друзья мои, все это прекрасно, но время настало чисто практического процесса инновационного воплощения. Понимаете? Поэтому я не случайно вам сказал о том, что существуют уже приборы, которые позволяют нам диагностировать не только физиологическое состояние человека и помогать ему корректировать его, то есть оздоравливать, но также существуют приборы, оценивающие духовную составляющую человека. И также подсказывать ему, чем ему надо заниматься, чтобы на экране его тела увидеть преобразование. То есть, вы понимаете, духовно преображаясь, человек приобретает иное управление физиологией. Он перестает болеть. Но вы заинтриговали. А что же это за приборы? Я вам еще раз говорил, вы выслушаете, это комплекс медицинский экспертный. Болотов Эдуард Сергеевич, академик, правая рука Королёва, который в свое время создал ему автоматическую систему введения информации в компьютеры, создал мониторинг системы слежения за потенциальным противником. И он создал систему автоматического управления экономикой СССР, где каждый рубль должен быть подконтрольным. Эдуард Сергеевич Болотов, я вам рекомендую с ним познакомиться. Он разработал комплекс медицинский экспертный. Но Аржейский тоже параллельно занимается этим вопросом. Он его запатентовал, уехал сейчас в Швейцарию, и там оттуда рулит. Кстати, тоже занимается доработкой этого прибора. Ничего плохого в том, что существует конкурирующее направление. Нет. Единственное, что мы должны, может быть, даже еще и третье, и четвертое направление совершенствовать всего этого дела. Вот. Значит, развить. Но во всяком случае, дорогой прибор 60 тысяч евро стоит. Ну, хорошо, ладно. Прибором дело не кончается. Нет, не кончается. Да, но это начинается. Ну, все, уже, наверное, у нас время. Это начинается. Я хочу сказать, что уже у нас сейчас существует эффективный метод диагностического подхода к духовному уровню человека, который, так сказать, сразу на практике проявляется, правильный ли он, этот уровень, или все-таки, так сказать, нет предела совершенства. Понятно. Так, дорогие друзья, мы, наверное, завершать должны. В общем, что хотел сказать. Вот, действительно, в определенный период времени у ребенка есть, как бы, входные ворота, когда его можно учить. Время там с двух до пяти, допустим, фиксирует импринтинг, фиксирует, как бы, неосознанные подражательные эффекты. Ребенок просто, его даже не надо обучать, он просто повторяет. И это, если время проскакивает, его всякой ерундой загружают, ребенка, ну, просто ерундой, то ничего не будет практически. Если по полной программе это время использовать, тогда будет совсем другое. Ну, вот представим ситуацию, инопланетяне похитили ребенка, да, молодого, младенца. И они его могут воспитать в совершенно другой парадигме. При том же объеме мозга, при всех, так сказать, данных, которые были у ребенка, они сделают из него там 7-5, его IQ сразу будет там, не то, что там 250, а там что-то 1500, или там еще больше. Поэтому это даже смешно. В общем, все эти наши, так сказать, потуги, действительно, очень важно говорить, что группа есть людей, которые заинтересованы, чтобы люди не образовывались, просто не образовывались. Действительно, легко править, легко править людьми, которые на материальные ценности завязаны, они завязаны на какие-то вещи, и поэтому их подсаживают с самого раннего детства. Если человеку ставить вопросы и пытаться, чтобы он сам через свой личный интерес нашел главный ответ, понимаете, одно дело, когда мы подсказываем в школе ответы готовые, да, и оттестируем людей, а другое дело, когда человек сам собственными ножками протаптывает дорожку к собственному интересу, ищет, задает вопросы, и получает на них ответы. Это совсем другое дело. Поэтому на этой ноте вы больше ничего не хотите добавить, но на этой ноте мы завершаем. Александр Иванович, обезьянами править, еще же легче. Еще феномен Маугли, конечно. Мне кажется, что обезьян создали как раз уроку, но эксперименты, кажется, не нашли. Ставим, что мы...